Наверняка перед собой вы видите экран, в котором говорю я. Ну вот, незадача, я вот вас совсем не вижу. Неплохой визуальный баг, не правда ли? Получается, что это самое настоящее стекло в одну сторону. Майнкрафт порой удивляет своими ошибками и создает действительно парадоксальные вещи. Нет, это не мистика в Майнкрафте, а самые обычные баги. Ну, попрошу заметить, мистические баги. Я делал теории про многие вещи, про пиглинов, про историю храмов, про кровать. Все ждали теорию про блок земли, но как говорил великий маэстро, я вас переиграл и уничтожил. И подготовил теорию про баги. Ладно, я шучу, конечно же, а то ошибки в игре могут быть и не такими. Тем более, учитывая то, что сами разработчики не знают об их существовании. Сегодня мы рассмотрим такие ошибки, вы научитесь их применять. Некоторые будут не совсем честные, но да ладно. В любом случае, многие могут спасти вам жизнь, а в Майнкрафте это важно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, с вами уж точно не гридлок, и мы начинаем. Поехали! Думаю, зеркало в одну сторону вас уже заинтересовало. И вы наверняка думаете, а как это можно использовать? Просто представьте, ночь, отделение полиции, Бэтмен допрашивает Джокера. Стоящие извне сотрудники видят все происходящее, а изнутри камеры ничего не видно. Так что-то меня понесло, хотя одну идею я вам уже дал, просто шикарное применение для голливудских фильмов. А если говорить о более серьезных вещах, то отлично подойдет для тех, кто хочет сделать дом. В который попадает свет из окна, при этом он все видит, а его не видно. Теперь расскажу, как делается данная ошибка. Вам понадобятся карты любой местности. А так как у меня мир плоский, то и карта будет однотонной, однако вы можете взять любую другую. Также понадобятся стеклянные блоки и невидимые рамки. Ставим блок, на него рамку, а в невидимую рамку карту. С одной стороны видно, а с другой совсем ничего. Но есть небольшая проблема, невидимые рамки можно сделать только одним способом на выживание. И у вас наверняка вопрос, а как я это, блин, сделал? Просто сейчас я нахожусь на своем сервере по выживанию, где это можно. Я думаю, еще многие мечтали об этом на Джаве, не так ли? Все позы стоек для брони из Бэдрок Эдишн мы тоже добавили сюда. Кстати о сервере, тут я выживаю со своими подписчиками, то есть такими как вы, мои зрители. У нас совсем недавно открылся второй сезон, карта по выживанию полностью обновилась. И мы добавили многое, например, как, о боже, эти мешки, которые были введены разработчиками, но крафтить их нельзя было, а теперь можно. В общем, кодер нашего сервера немного старается для комфортной игры подписчиков. Приглашаю, кстати, и вас поиграть на моем сервере, построить что-то обалденное, чтобы потом попасть в ролик. Кстати, мы еще и сайт сделали для сервера на клинках, мгм. Так что можете оценить его по ссылке в описании, ну а мы переходим к следующему багу. Теперь мобильное издание, ведь нельзя никогда забывать об игроках на Бэдроке. Дюб брони? Не знаю, зачем вам столько. Но теперь возможен благодаря хитрой механике, которую подсказал один мой зритель. Если, кстати, у вас тоже есть баги или факты о Майнкрафте, то можете писать о них в Дискорде или во Вконтакте, как вам удобней. Только осторожней, вы рискуете попасть в видео. Ну ладно, этот дюб основан на баге, а баг основан на дюбе. Брони выпадает столько, что вы сможете одеть всю стаю собак и их будущее потомство. Для начала посадите дерево, подождите пока оно вырастет, срубите его, скрафтите меч, вырастите корову, убейте ее. Поздравляю, первый этап пройден и вы добыли кожу для книги. Теперь берем из креатива бумагу и делаем книгу. Книгу, кстати, следует зачаровать на шипы 3 и наложить эти чары на алмазную броню. А в этом баге с помощью стрелы и калитки мы убиваем сами себя. Но я крайне не рекомендую это делать, ведь суицид не выход, это вход. Ладно, стрелы я рекомендую использовать с эффектом моментального урона. Штуки 4 или 5 вам нужно будет всадить в калитку. Мда уж, чем я тут занимаюсь, ненароком вошедший дед в комнату спросит вас. Ты выигрываешь, дучок. И как объяснить то, что я не воюю с калиткой. А в общем, стрелы на готове, вам нужно будет просто встать под калиткой и открыть ее. В чат заспамятся команды вашей смерти 12 тысяч раз. Я считал. И если это случилось, то на месте смерти вы увидите много брони. Не знаю, как это работает. Разработчики, надо бы исправлять такие ошибки. Ну а так можете использовать там на разных серверах, параллельно ломая экономику и баланс игры. Гридлог советует. Размножение портала в прямом эфире, без смс и регистрации. Серьезно, есть реальный баг, из-за которого порталы создаются раз за разом. Дело в том, что ломая портал в ад и одновременно телепортируясь через него в нижний мир, мы заставляем Майнкрафт создавать порталы в обычном мире. А чтобы все сработало, это нужно делать в креативе, ну или по таймингам, с помощью механизмов, ломать портал на выживание. Надо на портал бежать быстро, как от своих проблем и за миллисекунду перед входом сломать с характерным звуком. Если вы услышали звук ломающейся посуды, то поздравляю, вы сломали посуду. Эти звуки совсем не похожи. У вас это должно будет выглядеть вот так. И потом, возвращаясь, рекомендую тоже сломать портал. Для наглядного примера будем отмечать разные порталы разными блоками. Ставим золотой блок и телепортируемся, ломая портал. Потом возвращаемся обратно и видим, что наш портал уже другой. Так можно делать много раз. Кстати, бесплатный генератор обсидина на ровном месте со всеми удобствами. Для следующего бага нужно быть ну реально под градусом. Например, угол обзора в 30 градусов отлично подойдет. Возьмите еще подзорную трубу, чтобы лицезреть весь этот кошмар. Надеюсь, вы видите, и YouTube не сильно сожмет качество видео. Я совсем не сомневаюсь насчет умений разработчиков, да и вообще у них золотые руки. Но зато откуда они растут? В общем, упустим этот момент и посмотрим на свечи на бедрок изданий Майнкрафта. Дерево через дырявые текстуры видно сразу, вода и прочие материалы тоже просвечиваются. Понятно, на что тратятся деньги с продажи игр. Так что в следующий раз, покупая Майнкрафт за полную цену, можно зарядить неплохого шведского виски. И отправить разработчикам, параллельно написав на этикетке бутылки свою электронную почту. Ну, чтобы туда ключи активации Майнкрафта прислали. И видимо, такие моменты встречаются вовсе не единожды. На обеих версиях Майнкрафта на текстуре какао-бобов сверху и снизу 7 пикселей, а на остальных сторонах 8. Знаете, это неплохая такая иллюзия. Но таки считать до 8 умеют большинство игроков Майнкрафта, и я, как оказывается, не исключение. И совсем скоро становятся видны вот эти стыки текстур. А порой растянутые пиксели, размером целых 2 пикселя. Самая популярная игра в мире, между прочим. Надеюсь, что разработчики исправят. Бросянка, или же как называется он на бедроке, твердолист. Предлагаю, кстати, сделать более легкую броню из этой листвы. Ну, а чего жителям можно, а игрокам нет? А в общем, игрок может то, чего жители не могут, а именно проходить с помощью твердолиста через стены. Механика этого листика проста. Этот лист имеет возможность сгибаться. А выравниваясь, он выталкивает из себя игрока в ближайшие блоки. И если прижаться так к стене, то можно спокойно пройти через угол. Идеальный вход в дом, очень секретный. Может находиться в совершенно открытом месте, но воспользоваться им могут только те, кто знает эту механику. По сути, является багом механики, которую, возможно, никогда не исправят. Насколько сильный игрок в Майнкрафте? Наверное, настолько, что может сломать воду или лаву. И действительно, если падать на компьютерном издании Майнкрафта воду, которая сверху накрыта люком, то пойдут частицы сломанной воды. Эти текстуры вообще, по сути, никак нельзя получить, только таким образом. То же самое относится и к лаве, проверяем, всё работает. Не знаю, почему этот баг вообще присутствует. Ведь когда мы приземляемся, мы падаем именно на люк и даже не касаемся лавы. Ну да ладно, это ведь Майнкрафт, и тут багов очень даже много. На этом ошибки подошли к концу. Ну типа, закончились они, всё. Это не означает, что других не существует, но на сегодня их достаточно. Если у вас есть свои, то присылайте мне их в Дискорде или во Вконтакте, и возможно, я их покажу в видео. Ну и ставьте лайк на этот ролик, ну я старался немного, вот, короче, оцените. Ну а я прощаюсь, с вами был точно не Гридлог, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok